Товарищ командующий, отделение к проведению конкурса построено. Командир Кулешова Ирина, рапорт сдан. Рапорт принят. Региональный конкурс патриотической песни «Паю моё отечество» старейшей в Брянской области основан в 1993 году. Он проходит среди учащихся в учебных школах, детских домов, школ-интернатов, средних учебных заведений и системы дополнительного образования. Из 330 участников регионального конкурса большинство школьников. Земля и небо слились навечно, как это больно бесчеловечно. Одиннадцатиклассница Ангелина Алохярова приехала из Камарич. Свой номер готовила полгода. Выбрала я эту песню, этот репертуар, потому что патриотическое воспитание актуально в наше время. «Паю моё отечество» изначально задумывался как конкурс патриотической песни. Естественно, в этом году организаторы не могли обойти стороной тему специальной военной операции. Потому что во всех произведениях ребята воспевают подвиги нашего народа, отечества, в Великой Отечественной войне и специальные военные операции. Уже написано много стихов за этот год, который проходит, и песен много. Поэтому находят ребята и с удовольствием исполняют, и поддерживают наших бойцов. Здравствуйте! Мы ансамбль «Музыкальные горошины». Мы приехали на конкурс с песней «Молитва за Донбасс». Автор Михаил Хохлов. Ансамбль существует уже 12 лет. Мы очень сплощённый ансамбль, и надеемся, что всё будет хорошо, и победа в этом конкурсе будет за нами. «Музыкальные горошины» – одни из фаворитов конкурса. Приехали покорять областной жюри из «Солнечной унечи». Ребята подготовили новое произведение о событиях на Украине. Подвол остывших до рассвета. За притерпевших скорби без ответа. За деток, ставших ангелами света. И не проглядших нас и палачей. Зажгите в храмах тысячи свечей. Конкурс проходит в трёх номинациях. Это солисты, вокальные группы и дюбы. То есть это движение юных патриотов. «Музыкальные горошины» «Стояли мы оглушённые и двинуться не могли. И словно заворожённые, руки свои спутят. И нас война разметала. Всех по разным фронтам. Кто был там, знает, немало. На долю выпало нам». Участники регионального конкурса три года не встречались на большой сцене. Из-за пандемии приходилось присылать лишь видеоматериалы. Так что жюри отметило у конкурсантов особое стремление к победе. Все лауреаты конкурса «Пою моё Отечество» получили дипломы и поощрения в своих учебных заведениях. Алексей Есипенко, Алексей Рязанцев, Брянск.